2016 год стал лучше предыдущих во всех сферах. Общий итог подвел Анатолий Пахомов в своем докладе. Социально-экономический показатель порадовал во многом благодаря итогу курортного сезона. Все больше туристов выбирают Сочи для отдыха. А это и прибыль для туристического бизнеса, малого и среднего предпринимательства и пополнения городской казны. Между тем расслабляться и ждать, что туристический поток будет стабильным, не стоит, подчеркнул Анатолий Пахомов. Для нас настает время жесткой конкуренции, борьбы за удержание турпотока. Я призываю руководителей предприятий санаторно-курортной отрасли помнить об этом и помнить о том, что любой турист голосует рублем. Сочи за последние годы стал привлекательным городом не только для отдыха, но и для постоянного проживания. В 2016-м, например, число постоянных жителей выросло на 12 тысяч, а потому надо увеличивать число школ и детских садов. И в этом вопросе тоже есть отличные результаты. У нас строятся три школы и думаю, что две школы в этом году введем в эксплуатацию. И я хочу сказать спасибо строителям, которые меня поняли. Это, прежде всего, школа в Верхней Беранде. Она будет введена в эксплуатацию в августе. И уже 1 сентября детки пойдут в новую школу. В сфере здравоохранения тоже есть чем похвалиться. Беспрерывно ведется обновление материальной технической базы, расширяются возможности по оказанию оперативной медицинской помощи. Сегодня в нашем городе можно диагностировать и лечить любые заболевания, даже самые сложные. Городская медицина получила замечательное диагностическое и лечебное оборудование. Новые технологии в медицине стали доступными для всех. Работа по улучшению материальной технической базы городских медицинских учреждений продолжается. Развивается и спортивная сфера жизни сочинцев. Молодежь начала массово сдавать нормы ГТО. А устаревшие залы и спортивные школы поэтапно ремонтируют за счет городского бюджета. Условия жизни горожан тоже улучшились. В 2016-м более 100 семей получили новые квартиры взамен ветхого жилья. 36 домов капитально отремонтировали. Кстати, за последние годы количество звонков и обращений в городскую администрацию снизилось почти в 7 раз. А это значит, что работа чиновников во главе с мэром ведется в правильном ключе. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ.